Несебр относится к первому поселению на Несебрском полуострове, ставшему позже фракийским городом. В здешних местах обнаружены следы эпохи Медно-Каменного века – это 3200 год до н.э. И наука еще не определила, какие же народы создали эту цивилизацию. Античный город, существовавший на месте Несебра, некогда занимал территорию в два раза больше нынешней. Сегодня полуостров имеет в длину 850 метров и в ширину 300. За столетия уровень моря здесь повышается на 16 см. Таким образом, за последние 2500 лет под воду ушло 4 метра. Как Мессамбрия, город известен с 510 года до н.э. В IX веке здесь зазвучала болгарская речь, и название города произносилось как Месебр. Постепенно оно перешло в Несебр, но лишь в 1934 году было официально утверждено в Болгарии. А еще через 22 года город был объявлен архитектурным и археологическим заповедником. С 1983 года Несебр включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Благоприятное географическое расположение и его флот обеспечивали широкие торговые связи с черноморскими и средиземноморскими странами. Город активно участвовал в греческой торговле. Здесь отливались медные и серебряные монеты, а позже и золотые. Из легенд и преданий до нас дошли сведения о 40 средневековых церквях и часовнях. Это свидетельствует о том, что Месебрия была центром епархии. Сегодня храмов гораздо меньше. Вот старая митрополитская церковь V века, построенная на руинах античного храма Аполлона. Храм Святой Софии был главным в городе до середины XIX века. В VII-VIII веках Несебр развитый средневековый город. Здесь проживали богатые торговцы и знатные горожане, которые вкладывали все средства в строительство. Особенно успешно развивался город во время правления болгарского царя Ивана Александра. Это был один из самых многолюдных, больших и красивых городов, в котором пересекались пути торговцев из Дубровника, Венеции, Генуи и других районов мира. В IX-XIV веках город не раз переходил из рук в руки то к византийцам, то к болгарам, но, несмотря на это, он достиг высокого экономического уровня и культурного расцвета. Этим периодом датируются известные средневековые болгарские христианские церкви. В новой митрополитской церкви Святого Стефана XI века прослеживаются лучшие традиции болгарского церковного строительства. Церковь Архангелов Михаила и Гавриила XIII-XIV век отличается своей архитектурой. Фасад разбит с помощью метрического ряда из ниш и проемов. Одна из наиболее сохранившихся и интересных не только внесебренной в Болгарии Церковь Христоса Пантократора XIII-XIV век. Внешние стены выполнены умелым чередованием различных архитектурных форм, украшенных многоцветной керамикой. Самым большим средневековым храмом Несебра была церковь Ивана Алитургитоса, неосвященного. В 1952 году город пал под натиском турок. Несебр переживал систематические грабежи и опустошения. В XVIII-XIX веках болгарское общество развивается в условиях национального возрождения. Жители Несебра богатеют от торговли и развития ремесел. Несебрские дома этого периода являются ценными памятниками архитектуры болгарского возрождения. Они относятся к типу Черноморского городского дома, отвечающий специфическим условиям климата и местного быта. Обычно это двухэтажный дом с каменным цокольным этажом. Верхний эркерный, облицованный досками, выступает над улицей. Горизонтальное расположение облицовочных досок не допускает проникновения влаги в стены. Одним из интереснейших зданий является дом капитана Павла, расположенный недалеко от современного порта. Помощенным булыжником узким улочкам старого Несебра можно бродить часами. И очень сложно расставаться с ним, разве что убедив себя, что еще не раз сюда вернешься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok